Привет! Сегодня у нас очень интересная и важная тема. Как работают галереи? Что они из себя представляют? На чем они зарабатывают? И как художнику попасть в галерею? Готовы? Тогда погнали! Давайте начнем с определений. Что такое художественная галерея? Это выставочный зал, культурное пространство, где размещаются произведения искусства с целью их демонстрации и часто с целью продажи. Потому что картины и галереи могут быть не только пространством, где продаются картины, но еще и быть частью крупного музея и выступать вообще как отдельная институция, отдельный объект. Собственно, исходя из этого, существует достаточно много типов галерей. Мы поговорим про основные. Самый большой, самый серьезный, самый важный – это художественная галерея как часть музея, галерея музейного типа. Есть галереи выставочного типа, которые проводят временные выставки. Есть очень интересное новое объединение, хотя оно не такое уж и новое, но не часто такие галереи существуют, но они есть. Это галереи объединения художников и, конечно же, онлайн-галереи, с которыми вы уже хорошо знакомы. Собственно, давайте тогда поговорим про самую большую, самую серьезную институцию – это галерея художественного типа, художественная галерея музейного типа. Вы сразу вспомните Третьяковскую галерею или в Лондоне Тейт-галерей. Что они делают? И в чем их основное отличие от других галерей? Это то, что они не просто экспонируют произведения искусства. У этих галерей есть собственный художественный фонд, коллекции, который находится в постоянной экспозиции. Они ведут научную деятельность, изучают искусство, экспонируют, при этом могут проводить периодические выставки, экспонировать работы из других галерей музейного типа или проводить временные выставки и произведений современных авторов. Собственно, это большая серьезная институция. Туда попасть достаточно сложно. Хотя галереи закупают произведения современных художников. Но это абсолютно отдельная тема. Это длинно, сложно. И давайте поговорим про более понятные и простые виды галерей. Собственно, да, вот замечательные галереи коммерческие. Это галереи выставочного типа. Собственно, их основная задача – это демонстрация произведений современных художников, не только современных, и плюс продажа, продажа работ, которые там экспонируются. Часто эти галереи не имеют собственных фондов или постоянно действующих экспозиций. Ну, вот в арт-мире считается, что галереи не нацелены на сохранение, изучение произведений искусства. Хотя, здесь бы я поспорила, но давайте, вот есть классическое определение, что галереи выставочного типа, они предоставляют площадку для художников, где демонстрируются их работы, и плюс они продают современное искусство. Очень интересный тип – это объединение художников, sharing gallery. Сейчас очень модно, там, car sharing, там, flat sharing, есть такое даже понятие, как sharing gallery. Это когда несколько художников объединяются, арендуют пространство выставочное и, собственно, ведут там свою собственную выставочную деятельность. Что здесь очень важно понимать? То, что расходы на содержание этого помещения, на обслуживание, ведь галерея – это еще и уборщицы, это и экскурсоводы, и бухгалтеры, прочее, прочее, прочее. Вот просто так собраться и организовать галерею достаточно сложно, потому что кроме того, кроме прекрасных моментов, когда проводится выставка, есть еще достаточно скучная ежедневная работа в виде обслуживания содержания и содержания этой галереи. Поэтому все расходы просто делятся между художниками, которые выставляются в этой галереи, и, собственно, по договоренности они выплачивают каждый месяц определенную сумму, либо распределяются, и один художник платит за содержание галереи в один месяц, другой в другой и так далее. Собственно, доходы от продаж делятся тоже по принципу распределения доходов. Если что-то продалось, то деньги идут не одному художнику, а всем, кто принимает участие. Поэтому иногда называют кооперативная галерея. Вот собрались, договорились. Кстати, вполне интересный формат, и для художников, если у вас есть какое-то художественное... Есть единомышленники, вполне возможно открыть, именно руководствуясь этими принципами. Почему бы нет? Коммерческие галереи, вот прям совсем чистой воды коммерческие галереи, они продают выставочное пространство, ну, как бы продают, предоставляют. Вы просто арендуете пространство, где вы можете провести свою собственную выставку или сделать экспозицию временно. Стоимость абсолютно разная бывает, зависит от раскрученности этой галереи, от местоположения. Собственно, они не оказывают дополнительно никакой поддержки, хотя за деньги могут оказать пиар-поддержку. Никаких процентов с ваших продаж они не берут, потому что все продажи зависят только от вас. Ну, наконец-таки мы добрались, вот все-таки, до такого классического понимания галерея современного искусства, как-то тематическое. Собственно, зачем вообще такой галереи нужны художники? Вот здесь я привожу вам высказывания владельца известной галереи Джеймса Кохана, Коэна, из Нью-Йорка. Собственно, чтобы открыть галерею, нужна прежде всего, нужно три составляющие. Сам галерист. Это не только художники важны, важен еще и галерист. Художники, потому что это тоже одна из главных составляющих, и, конечно же, коллекционеры, люди, которые будут приходить. Собственно, сейчас вот галерея, хорошо работающая, которая специализируется на определенном направлении искусства, это серьезная арт-институция, потому что она занимается подборкой художников, выбирает их, тщательно подбирает коллекции, занимается продвижением, просветительской, по сути, деятельностью. И, конечно же, она продает, потому что галерея должна жить за счет чего-то. Это вполне понятно и естественно. Продает, получает комиссию, художники довольны, галерист получает возможность содержать эту галерею. Кстати, галеристы, несмотря на общепринятое такое мнение, что галеристы очень много зарабатывают, по факту галеристами могут стать, часто становятся, это либо люди глубоко влюбленные в искусство, либо люди глубоко влюбленные в искусство, потому что особых денег заработать очень сложно, очень много накладных расходов. Сама галерея, которая должна быть хорошего уровня, проведение различных выставок, содержание высококлассного персонала, который будет поддерживать галерею, помогать в продвижении и вообще в организации всей работы, плюс работа с художниками. Да, с художниками нужно работать, направлять их, помогать. Все здесь, видите, взаимосвязано. Ну и, конечно же, постоянная непрерывная работа с потенциальными покупателями, с коллекционерами, это тоже стоит денег. Поэтому часто в галеристы идут люди, которые влюблены в искусство, и люди, у которых уже есть деньги. Очень много историй из мира, из мира больших известных галерей, когда галереи открывались людьми, которые уже сделали себе имя и сделали состояние в других областях. Но в качестве примера, конечно же, Саачи, столь нами любимый. Братья Саачи, они организовали известное, наверное, в 80-е годы, это было лучшее креативное рекламное агентство. Свои основные деньги они заработали там. И уже используя навыки рекламистов, маркетологов, они начали заниматься галерейным бизнесом. Вот. Собственно, да, что галерея дает для художника? Для художника это прежде всего продвигает его творчество через продвижение самой галереи. Вот здесь получается, видите, такой симбиоз. Галерея продвигает художника и при этом продвигается сама. Галерея продвигается и продвигает художника, которые представлены там. Проводит персональные выставки для художников. Продает, конечно же, работы художников, как же без этого? Ведь задача галереи, конечно, да, поддержать, показать работы, но не забываем, что все-таки это коммерческое предприятие, которое должно зарабатывать деньги. В отличие от художественных галерей, которые спонсируются, финансируются из различных фондов или государств. Я приводила пример Тейт-галереи или Средяковская галерея. Это институция, это арт-институция, спонсируемая государством. Галерея не спонсируется никем, кроме как его владельцам или какими-либо меценатами. Собственно, что еще делает? Решает различные технические вопросы. Это транспортировка работ художника, получение разрешительных документов, страхование. Но, кстати, это не всегда. Эти вопросы именно технические, они решаются индивидуально уже, с каждым художником отдельно. Что она за это берет? Ну, конечно же, она берет свою комиссию, которая вполне понятна, за что она берет. Галерея художнику, хорошая, хорошо работающая галерея, дает очень много. Минимум, минимум для художника, который раскручен и с которым уже долго сотрудничает, минимум начинается от 35%. Некоторые галереи с начинающими художниками подписывают договора на 80%. Да, есть и такое. И на самом деле 80% вполне обоснованно. Если художник только начинает, на галерею ложится обязанность раскрутить этого художника, создать ему имя и построить для него бренд. Это дорогого стоит. Поэтому вот такие расценки. И когда галерея берет меньше 10%, меньше 35% даже бы я сказала, наверное, так как я не только искусствовед, я еще и считаю деньги, я ведь все-таки экономист, я понимаю, как работает весь этот бизнес. И если галерея берет меньше 35%, для меня это немножко странно. Потому что слишком маленькая комиссия, тогда непонятно, как галерея может работать. Кстати, сейчас я говорю про физические, не про онлайн-галереи. То есть что-то, значит, они не делают в полном объеме. Так что просто вот имейте в виду, галереи берут от 35% и выше. Сумма комиссии, которая берет галерея, зависит от имени художника и за сколько сейчас его продаются работы. То есть тоже все понятно и прозрачно. Что дает художник галереи? Как вы помните, галерист Коэн сказал, что художники – это кровь галереи. Так вот, что же дает художник галереи? Ну, прежде всего, свои работы и права на их продажу. Работы, которые соответствуют тематике галереи. Все равно он продолжает заниматься творчеством, саморазвитием. И несмотря на то, что его продвигает галерея, он тоже должен продвигать себя. То есть заниматься личным брендом никто, если вас взяли в галерею, это не значит, что вы не должны больше заниматься личным брендом. Наоборот, вы должны более усиленно, еще сильнее прикладывать усилия для того, чтобы ваш бренд, ваш личный бренд стал действительно брендом в мире искусства. От этого будет зависеть стоимость ваших работ и, конечно же, от этого будет зависеть снижение комиссии, которую возьмет галерея. Самое важное, запомните это, пожалуйста, это правило хорошего тона. Если вас взяли в галерею, оговорите в контракте, кто может продавать, как вы можете продавать свои работы. Или галерея просто вам запретит. И если вы подписали контракт, где вам запрещено самим продавать работы, не продавайте их. Не сбивайте цену, потому что для галереи, это коммерческое предприятие, помним, им важно продать вас дороже. И они будут делать все для того, чтобы ваши работы продавались дороже. Конечно же, у покупателя может возникнуть желание купить у автора все напрямую. И если вы собьете цену галереи, и покупатель поймет, что у автора можно покупать дешевле, а галерея потеряет свои деньги, это просто будет разрыв контракта и черная метка о художнике на арт-рынке. С ним никто больше не будет работать, поверьте. Мир серьезных галеристов, он очень узкий, и информация передается очень быстро. Если ты попал в серьезную галерею, не пытайся играть по своим правилам. Правила здесь устанавливаете вы совместно, вы как художник и галерея. И эти правила нужно неукоснительно соблюдать. Кстати, разговаривая с владельцем галереи 11-12 по поводу современных молодых художников, он не очень любит распространяться на эту тему, потому что это больная тема. Почему мало новых художников появляется в галереях? Потому что трудно работать, потому что слишком творческие личности, что не готовы следовать правилам. Это не только от российских галеристов я слышала это мнение, но и от европейских. Так что вы должны четко понимать, работа с галереей – это соблюдение договоренностей и правил. Собственно, а теперь самый такой интересный и важный момент. Как же попасть в галерею? Начинаем с самого простого. С маркетинг-ресерч. Мы выбираем галерею, в которую мы хотим попасть. Это правило номер один. Она должна соответствовать галереи вашему направлению, в котором вы работаете и хотите развиваться. Обязательно выясните, где находится галерея и ориентирована ли она вообще на международный рынок. Это тоже важный момент, потому что, как мы помним, у творчества нет границ. И выбирая галерею, лучше сразу рассматривать те, которые работают с международным рынком. Идеально, конечно, было бы посетить галерею физически, просто прийти и посмотреть, где она находится, какая там атмосфера, какие люди работают, кто там представлен. И понять, насколько вам самим, как художнику, и вашим работам будет комфортно находиться там. Если нет возможности физически посетить, слава богу, есть интернет. Открываете сайт галереи, рассматриваете. Сейчас многие серьезные галереи имеют собственный виртуальный шоурум. То есть, даже не находясь физически в галерее, вы сможете посмотреть, увидеть пространство, почувствовать его. Да, спасибо эпохе постинтернета. Да, еще на что нужно обязательно посмотреть. Проверьте, насколько вообще активно эта галерея занимается продвижением художников. Помните, я говорила о том, что задача галериста продвигать художника для того, чтобы его работы стоили дороже. Так вот, проверьте, что они делают. Как они занимаются пиар-поддержкой художников. Что они пишут про выставки, которые проводятся в своих соцсетях. С кем они сотрудничают и вообще, насколько сильна у этой галереи пиар-поддержка. Ну и пятый пункт очень понятный. Посмотрите, кто уже сейчас представлен в этой галерее. На чем они специализируются. Релевантна ли тематика вам. И какие у них есть предпочтения по стилям, по медиуму, по идеям. Ну вот, собственно, галерею вы выбрали. И составили себе некий список. Давайте назовем его лонглист. Галереи, которые вас интересуют. Рассматривайте не только свои локальные галереи. Рассматривайте их по всему миру, руководствуясь этими простыми правилами. Выбрали. И дальше начинайте рассылку писем. Идеально, конечно, было бы просто прийти в галерею и получить контакт людей, которые рассматривают портфолио художников. Если этого нет, просто на сайте галереи находите контакт. Почему контакты есть и почему галеристы рассматривают портфолио, все письма отсматривают? Ну, потому что, ну, к примеру, у кураторов есть, мы же тоже кураторы проводим изучение рынка. Есть даже вот целое такое направление исследований, которое называется curatorial research. То есть мы отсматриваем, я говорю как куратор сейчас, отсматриваем художников, которые появились, что они делают. Они делают, встречаемся, знакомимся для того, чтобы составить некое представление, что же происходит на рынке. Ровно так же и галеристы, которые, кстати, нанимают кураторов, чтобы они проводили выставки. Для них интересно увидеть что-то новое, потому что покупателю интересно что-то новое. И поэтому они рассматривают, рассматривают все письма, которые к ним приходят. Да, это правда, потому что для них это часть их бизнеса. Исследование и понимание, что же есть нового на рынке, на рынке для них очень важно. Затем нашли контакт, составляете сопроводительное письмо. Письмо должно быть очень простым и понятным. То есть человек, который его получает, должен увидеть в этом письме ответ на один важный вопрос. Почему именно вы и ваши работы должны быть представлены в его галерее? То есть кто вы такой? В чем заключается ваше позиционирование и ваше авторское кредо? Это нужно для того, чтобы тот, кто читает, составил о вас мнение, он понял вашу концепцию и понял ваши идеи. Не забываем прикрепить портфолио в формате PDF. Можете дать ссылку на веб-портфолио. И помните, когда вы составляете и письмо, и готовите портфолио, для галеристов нужно увидеть целостность вас, как автора. И дополнительный совет. Помните всегда то, что люди, которые читают письма, они не медиумы. Все, что вы должны сказать, скажите. Все, что не должны сказать, не говорите. Поэтому внимательно готовим сопроводительное письмо, готовим портфолио и отправляем письмо в галерею. Ну, а что дальше? Дальше ждать. Собственно, по правилам, ну, правила хорошего тона, ну, можете через три недели попробовать, если вы не получили никакого ответа, отправить письмо с уточнением. Получили ли предыдущее письмо и что напишите, что вы очень хотите получить обратную связь. Либо просто позвоните. Контакты галереи указаны телефоны. Можно позвонить и уточнить, с кем можно связаться для того, чтобы получить обратную связь. Ну, и, собственно, здесь дальше начинается уже вот самое интересное. Вас либо возьмут, либо не возьмут. Если возьмут, то не забываем, что у галереи есть контракт, который нужно внимательно читать, проверять каждый пункт, оговаривать все условия, на каких условиях вас берут в галерею, кто продает ваши работы, какой процент вы получаете, кто отвечает за транспортировку работ, как часто будут проводиться ваши персональные выставки и прочее, прочее, прочее. Если же вы получили отказ, мы же составляли лонглист галереи, помните? Мы же не одну единственную подобрали. У нас есть целый список. Начинаем отправлять по всему списку. Начинаем обзванивать. И я вас уверяю, обязательно вы найдете, если вы готовы работать с галереей, и вы действительно хотите, и вы выбрали галерею, руководствуясь критериями отбора, какая-то галерея из вашего лонглиста вам обязательно ответит. Ну, и последнее, что бы я хотела сказать. Помните про контракт. То, что вас взяли в галерею, это не значит, что вы полностью продались туда. Оговариваете, в какой момент вы можете прервать контракт. Оговариваете условия прекращения сотрудничества. Да, даже на начальном этапе вы должны про это подумать. Потому что, ну, представьте себе ситуацию, когда вас взяла галерея и назначила очень высокую комиссию, а ровно через год вы, благодаря своему таланту, трудолюбию и работе над личным брендом, ваша стоимость увеличилась в сотни раз. А галерея не хочет пересматривать комиссию. Значит, просто тогда разрывайте контракт. Тоже в этом ничего нет ни страшного, ни зазорного. В конечном итоге у галереи бизнес простой и понятный. Да, они поддерживают авторов, но они зарабатывают деньги. И ровно так же и вы. Вы создаете продукт, который должны продавать и получать за него адекватные деньги. Ну, надеюсь, что это видео было вам полезным. Поэтому не ленимся и начинаем подбирать галереи, которые подходят именно вашему творчеству. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok